Друзья, всем физкульт-привет, у микрофона Дмитрий Махновский. И сегодня мы нарушим первое правило бойцовского клуба, ведь у нас в гостях Олег Хромов, тренер Академии боевых искусств, West Fighters, мастер спорта по боевому самбо, и Моника Петровская, призер Первенства России по смешанным единоборствам, и серебряный призер Кубка России. Здравствуйте! Здравствуйте! Сразу хочу вас поздравить, потому что Моника буквально на этих выходных привезла серебро Кубка России к нам в Калининградскую область, в свою копилочку. Но от поздравлений давайте сразу перейдем к делу. Спасибо большое за поздравления. Смешанное единоборство. ММА в простонародье. У многих складывается, возможно, ошибочное впечатление по данной спортивной дисциплине. И давайте будем развивать вот этот вот миф, насколько ММА в действительности отличается от того, что мы видим по телевизору. То есть там мы видим клетку, вот эта битва взглядов. Ну, такое полноценное шоу с некой такой агрессией у спортсменов. Этому всему учат на тренировках? Нет, нет, на тренировках не учат агрессии. На тренировках учат агрессию оставлять в зале. Смешанное единоборство – это уже отдельный вид спорта, по которому спортсмены готовятся и выступают. Особенно любительский вид спорта, как мы выступаем в Союзе ММА России, с ограниченными правилами, с отдельной подготовкой. И это замечательный вид спорта для молодого поколения, потому что есть возможность развиваться разносторонне. Не узконаправленно в каком-то направлении, а именно искать себя разносторонне в разных стилях, в стилях ведения в стойке, в стилях ведения в партере, борьбы от сетки, борьбы в стойке. И все спортсмены могут развиваться и строить свой стиль отдельно. А зачем надо было смешивать, собственно, единоборство? Как произошло вообще вот это даже смешение? Ну, когда-то все захотели выяснить, какой стиль является лучшим. Но сейчас на данный момент в современном, современное единоборство, современные смешанные единоборства, это уже все универсальные бойцы. Ты уже не выйдешь с одним стилем и не выиграешь бой. Если ты не будешь готов к тому, что ты дерешься в стойке, дерешься в партере, либо борешься от сетки, то ты не потянешь этот бой. Тебе нужно быть разносторонне развитой. И уже все давно занимаются именно отдельно, строят свой стиль и разнообразно работают над собой. А можем поговорить немножко про тренировочный процесс? От чего отталкиваться? Потому что, как вы уже сказали, очень много разных стилей. Все лучшее пришло в ММА, соединилось. Как тренировать все? Должна же быть какая-то тоже база. Конечно, мы делаем акцент на то, что сейчас ММА, это все бои проводятся в клетке. И очень важный аспект ведения боя от остальных видов единоборств, это клетка. Это набарывание от клетки, учиться соперника стягивать в клетке, контролировать. У нас судья, все, которые работают по ММА, то есть у нас нет такого, что судья там оценивает бальную систему во время ведения боя. У судей задача начать бой и закончить бой, когда бой остановить, когда соперник либо уже в нокауте, либо сдался он. И все, и поэтому наши спортсмены развиваются в разных видах единоборства. Моника, скажи, твой любимый, может быть, коронный прием? Есть какой-нибудь такой? Моим коронным приемом является удушение со спины в партере. Этот прием пока что получается у меня лучше всего. Именно благодаря этому приему ты смогла привезти серебряную медаль Кубка России? Да, именно этим приемом я выиграла два своих поединка в первый день соревнований. Моника, вот ответь еще на такой вопрос. Я смотрю на тебя. Внешне ты такая хрупкая девушка. Почему ты выбрала такой достаточно суровый вид спорта? Как так получилось? До занятий смешанными единоборствами я еще занималась легкой атлетикой, кикбоксингом. Когда узнала, что есть такой вид спорта, как смешанное единоборство, ММА, посчитала, что это очень круто и захотела им заниматься. Именно потому, что здесь есть и борьба в партере, и в стойке, и ударная техника. Какие ближайшие цели ты ставишь перед собой? Сейчас буду готовиться к первенству мира, а затем собираюсь выиграть чемпионат России по ММА. Сразу вопрос к тренеру. Как меняется подготовка у Моники на мир? У нас до мира остается месяц. Подготовку мы сильно менять не будем. Будем акцентировать на ее сильные качества, прорабатывать ее сильные качества, чтобы она выступила хорошо на соревнованиях. И совсем чуть-чуть поработаем над ее ошибками, которые были у нее в финальном бою. Настроимся. Я думаю, чемпионат мира должен пройти хорошо. Хорошо. Неблагодарное дело спрашивать о планах, о прогнозах, но все-таки спрошу. Если некорректно, не отвечайте. Какие делаете прогнозы на мир? Нам по миру, на самом деле, сказали только буквально вчера, что есть возможность поехать выступить на чемпионате мира. Планов пока не планируем, какое место там займем. В первую очередь нам нужно подготовиться хорошо, настроиться психологически, и там уже как бы пойдут бои, от этого уже будем отталкиваться. Но, естественно, всегда я хочу, чтобы они побеждали, занимали первые места. Ну, это естественно. Вы уже упомянули, что определенный свод достаточно жестких правил есть в смешанных единоборствах. Но многие, опять же, ошибочно называют ММА бои без правил. Откуда ноги растут? Мы, в принципе, прекрасно понимаем. Опять же, когда зарождались определенные лиги, которые показывают нам по телевизору, там один мог заниматься капоэйро, другой исключительно боксом, и вот они схлестывались внутри клетки. Сейчас все это изменилось. И все-таки о правилах. Какие вот появились достаточно жесткие правила? Что категорически запрещено в смешанных единоборствах? Очень хорошо, что время идет вперед, и уже давно ушли от этих жестких правил, когда можно было даже бить головой во время боя, можно было драться без перчаток, да, от этого уже давно ушли. И сейчас, если брать, допустим, тот же любительский вид спорта, очень сильно спортсменов ограничили во благо их здоровью. Нельзя наносить удары коленями в голову, нельзя делать скрутки пяток. Если брать, мы юношей берем, да, многие думают, что детей, если ты отдаешь на ММА, все это жестокие бои в клетках. Нет, в ММА у нас дети до 16 лет не наносят удары в голову вообще, до 16 лет. Представляете, насколько разумно, да, в виде спорта, в котором вроде бы жестокий, да, как люди со стороны смотрят. Но по правилам нет этих ударов до 16 лет. И детей ты готовишь больше, они набарываются, больше борются в клетке, работают над своими какими-то качествами, привыкают к соревновательному процессу. Вот говоря, опять же, тоже о мифах. Я, если честно, до сегодняшнего дня думал, что клетка – это все-таки тоже элемент шоу. Давайте предметно. Битвы взглядов в единоборствах нету. Это все уходит туда, именно в формат шоу. В любительском вид спорта нету. В профессионалах есть, в профессионалах у них, конечно, и трешток есть, и битва взглядов есть, конференции есть. В любителях этого нет. В любителях это как простой любительский вид спорта. Ты приходишь на соревнования и выступаешь. Насколько сейчас престижно заниматься смешанными единоборствами? Можно построить там, ну, карьеру? Смешанные единоборства хороши тем, что ты можешь после любителей перейти в профессионалах. И выступая, допустим, в Союзе ММА России, ты уже отмечаешь себя перед судьями, перед организаторами профессиональных лиг. Они уже все знают всех чемпионов России, чемпионов мира. И когда ты переходишь в профессионалы, все уже знают тебя как бойца. Если ты являешься чемпионом мира по любителям, чемпионом Европы по любителям, все тебя уже знают, а тебе уже говорят. И когда ты приходишь в профессиональную лигу, у тебя уже есть достойные регалии для выступления в профессионалах. А что является триггером для перехода из любителей в профессионалы? Где находится именно вот эта вот четкая грань? Для каждого это своя четкая грань. Каждый по-своему выстраивает свой путь. Я, допустим, смотрю по своим спортсменам, насколько они готовы переходить от любителей к профессионалам. То есть они выступают по любителям. Я смотрю, если они уже психологически готовы, если они уже собрано ведут бои, то уже можно спокойно переходить в профессионалы. Но мы не торопимся с этим, так как спортсмены должны набраться опыта сначала в любителях. Ну, то есть нету какого-то определенного критерия по количеству проведенных боев или побед? Все индивидуально. Каждому свой подход. Вы вот несколько раз уже упоминали про важный аспект в смешанных единоборствах. Какие-то психологические барьеры, с которыми сталкиваются спортсмены, конкретно ваши подопечные. Как вы с этим боретесь? И вообще, настолько ли важную роль психология человека играет в спорте? Это очень важная роль психологии. И на данный момент я психологию ставлю на первое место, потому что как бы спортсмен не был готов физически, если он в голове у себя не готов выходить и выигрывать, он не выиграет этот бой. У нас сейчас была когда подготовка к первенству России, Моника выступала 18-20 лет, мы подключили в подготовку психолога Евгения Штрекера. Он очень сильно нам помог в этой подготовке, он помог разобрать спортсменку и помочь мне как тренеру понять, как работать с ней перед боем. И я реально на первенстве России по его методике проходил, и Моника все бои очень хорошо отбилась. Если мы сравним, допустим, прошлый год ее бои и этот год, это просто небо и земля. Сталкивались на своей практике с такими моментами, когда ваш подопечный спортсмен, находясь в октагоне, вот все хорошо выполнял до какой-то первой ошибки, и потом вот просто хоп и как бы закрылся в себе. Я до сих пор с этим сталкиваюсь, к сожалению, да. У меня большая команда спортсменов, с ними очень много работаем, тренируются очень хорошо. Есть спортсмены, которые на тренировках просто показывают 100%, а выходят на соревнования и показывают 20% от себя. То есть замыкаются в себе, и над ними веду очень большую работу именно психологической подготовки. Потому что если они замыкаются в себе, и они уже и не меня не слышат, да, они не слышат подсказки своего угла, и не могут справиться со своими эмоциями. И на самом деле мне очень тяжело как тренеру именно работать с ними во время боя, когда они отключаются. Они отключаются, и тебя не слышат. И поэтому я сейчас психологию ставлю на первое место, и каждого спортсмена нужно отдельно подготавливать, потому что все они индивидуальны, и каждого психология она индивидуальна. Но вот такие вот ситуации, это уже заведомо проигрышная ситуация, или все-таки как-то условное ведро холодной воды можно вылить на голову, чтобы привести в соответствие спортсменов. Можно, можно, можно настроить. У нас, к счастью, есть перерывы между раундами, где ты можешь выйти и пообщаться со спортсменом. И это бывает помогает, и они перестраиваются, и выходят, работают, и настраиваются на бой, уже ведут бой лучше. Потому что бывают первые раунды, сумбур вот так же, как помонники, допустим, сейчас на Кубке России. Я ее настраивал, да, она готова на бой, она выходит, но закрывается клетка, я стою за клеткой, она один на один соперница, и первый раунд получился очень сумбурный. И во второй раунд, когда уже я с ней вышел, пообщался, она выдохнула, настроилась и уже стала драться лучше. Но второй раунд у них такой близкий был соперницей, и третий раунд она уже просто разнесла свою соперницу, и по итогу по очкам проиграла раздельным решением судей, именно из-за того, что в первом раунде не получилось включиться и собраться на первый раунд. Ну, то есть здесь как раз получается то, что вот этот маленький психологический барьер в первом раунде отделил Монику от золота. Да, да, есть такой момент. Я думаю, Моника просто когда зашла в клетку, она уже в голове у себя решила, что она выиграла. Да, наверное, было так. Но пошло не по ее плану, и чутка она подломилась в первом раунде, но дальше настроилась. И если мы берем второй раунд, он уже был близкий, и третий раунд она вообще отлично уже отработала. Но, как показали судейские записки, да, нам чуть не хватило и проиграла раздельным решением. Но ничего страшного, мы во время рекламы с вами общались. Моника в прошлом году привязала бронзу в область, в этом серебро. Соответственно, я думаю, что на следующий год здесь уже без вариантов статистика показывает нам. Да, да, потихонечку. Также, как известно, нету более суеверных людей, чем моряки и спортсмены. Какие вот суеверия существуют у бойцов смешанных единоборств? Потому что суеверия – это тоже своего рода такие психологические триггеры якоря. У меня есть свои суеверия, но я не хочу, чтобы были суеверия у спортсменов. У моих спортсменов не должно быть суеверий, но я как тренер, я всегда за них переживаю. Мне бывает кажется, я переживаю сильнее, чем они перед боями. И поэтому у меня есть свои суеверия. Допустим, я такое элементарное скажу, я надеваю перчатки всегда с левой руки. Я когда спортсмены экипирую, перчаточку надеваю с левой руки, и когда мы мотаем скотч, я тоже мотаю скотч, с левой руки начинаю. Это мое небольшое суеверие, что надо надеть перчатку с левой руки. А если вдруг отвлекли и хоп, правая рука пошла? Ну ничего страшного. Все, отмена боя? Ничего страшного, потому что это мое суеверие. Я считаю, что у спортсменов не должно быть суеверия. Они должны проходить собранную подготовку, настраиваться в голове, выходить и выигрывать. А мои суеверия – это мои суеверия. Перейдем к следующему вопросу. Возвращаемся к началу нашему диалогу, когда я сравнивал ММА, которое мы видим по телевизору, и то, что существует на самом деле. Сейчас в смешанном единоборстве произошел приток людей. Это и блогеры, и какие-то юмористы, какие-то фрики, и даже звезды эстрады. Это способствует популяризации вашего направления спортивного? Или все-таки это не очень хорошо? Это вы сейчас говорите про поп-ММА, это чуть другое направление. К сожалению, оно есть в России. К сожалению, обыватель это смотрит, потому что им, наверное, это более понятно, чем профессиональные бои, когда ребята более подготовлены. Оно портит. Оно портит наш спорт. То, что все думают, что вот это и есть ММА. Но на самом деле это не ММА, это поп-ММА. И люди не сильно в этом разбираются. Все думают, что вот бойцы, они себя так ведут. Мы воспитываем достойное поколение спортсменов, которые ведут себя везде достойно и культурно. А то, что делает поп-ММА, это ужасно. Ну, то есть это какое-то шоу с пародией. Это шоу фриков. Поп-ММА это шоу фриков. У нас настоящий спорт, где спортсмены готовятся, где они из зала не вылазят, они работают над собой для того, чтобы достичь вершин в этом спорте. Моника, вопрос к тебе. Ты уже некоторых вершин достигла. У меня это лично вызывает восхищение. И, ну, опять же повторюсь, глядя на тебя, достаточно такая хрупкая девушка и не скажешь, что ты можешь достаточно жестко себя вести внутри клетки. Как меняется взгляд у людей, когда они узнают, какой спортивной дисциплиной ты занимаешься? Когда люди узнают, что я занимаюсь смешанными единоборствами, они обычно удивляются. Начинают шутить, что со мной лучше не шутить. Начинают шутить, что лучше не шутить. Не пятятся назад сразу? Такого нету? Нет. У нас сейчас был случай на Кубке России. Моника сидит перед стартом, уже все экипировано, готовится к бою. Ко второму бою готовится. И стоит группа ребят, между собой что-то разговаривает, на нас смотрят. И один из них подходит ко мне и говорит, я смотрю на нее, говорит, у нее такое милое лицо. И она первый бой выходила со своей соперницей. Мы думали, это соперницу, и просто размажет. Она ее, говорит, выиграла в первом раунде. Мы вообще в шоке. Посмотри на ее лицо. Она разве готова, ну, типа, выходить в бои и биться? Очень милая. Это, кстати, наверное, тоже такой психологический элемент воздействия на соперника. Да, да, недооценка. Они смотрят, что какая-то девочка. Недооценка тоже хорошо. Потому что она недооценивает. Важно выиграть бой до его начала, получается. Верно. Под конец нашей программы хотел бы вас попросить несколько советов начинающим спортсменам смешанных единоборств. Кто загорелся желанием. Что бы вы, вот, какие важные такие слова вы бы могли бы им адресовать? Я бы посоветовал начинающим спортсменам понимать, чего они хотят от спорта. Чтобы они не просто приходили в зал там посмотреть, потренироваться, уйти. А именно, если ты приходишь, ты должен понимать, для чего ты приходишь. Ты должен ставить себе цели. И если ты ставишь себе цели в единоборствах, ты также должен подбирать под себя команду спортсменов, с которыми ты тренируешься, тренера, с которым ты готов, да, проходить этот путь до конца. Потому что у нас, к сожалению, не все проходят анализ, как бы приходят в зал и просто тренируются, да. А что касается результата, не все готовы работать на результат. Олег, в ваших социальных сетях есть один пост, вы писали, то, что заслуга спортсмена – это также заслуга тренера. И, собственно, наоборот, одно без другого существовать не может. Я бы вас попросил, знаете, что, немножко похвастаться некоторыми достижениями. Я могу хвастаться достижениями своих спортсменов, потому что я сейчас работаю как тренер. Потому что их достижения – это и ваши достижения тоже. Это мой труд, да. Буквально пару слов. О достижениях спортсменов? Да, конечно. У нас, ну, вот сейчас Моника Петровская с нами, да, это, безусловно, хороший спортсмен, который может достичь высот в спорте. Также у нас большая команда молодых спортсменов. У нас есть Кирилл Албуков, есть хороший начинающий атлет, который выступает. В прошлом году он выиграл GFC Pride турнир, очень хороший, да. Бриженко Данил, который два также турнира хорошо провел в GFC Pride. Прошлый год он стал чемпионом, в этом второе место он занял. И вся остальная наша команда – это именно сплоченные ребята, которые знают, к чему они идут. И я их направляю в этом, и с каждым годом они все больше и больше достигают в спорте. И я надеюсь, что мы придем к высоте. Я хочу пожелать и в вашей команде движения только вперед. Монике победы на мире, конечно же. Напомню, что у нас в гостях сегодня был Олег Хромов, тренер Академии боевых искусств West Fighters, мастер спорта по боевому самбо. И Моника Петровская, призер первенства России по смешанным единоборствам, серебряная призерка Кубка России. Спасибо вам большое, что сегодня пришли, пообщались с нами. Удачи в развитии вашего невероятного, замечательного вида спорта. Спасибо, что нас пригласили.